Сегодня я хочу поговорить на тему, которую мы назвали Что значит быть благодарным для зрелого христианина Мы все знаем, что значит быть благодарным Но давайте немного глубже сделаем себе вызов Что означает быть благодарным для зрелого христианина Во-первых, давайте рассмотрим, что значит быть благодарным Быть благодарным, это значит ценить доброту и всяческую пользу, которая у тебя есть в жизни. Когда человек благодарный, он имеет благоволение от Бога и от людей. И Библия призывает нас быть благодарными. Давайте прочитаем первое место Писания, 1 Фессалоникийцам 5.18. И здесь сказано, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Сегодня это будет наше главное место Писания. Давайте теперь все вместе дружно его прочитаем. Вначале мы прочитаем на английском, на русском, а потом на английском. Итак, по-русски давайте все вместе. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. А теперь давайте по-английски. Мы можем сказать, что это очень просто. Но практически в жизни это не всегда так просто. Главное послание здесь сказано, что быть благодарным — это воля Божия. А давайте теперь это же место Писания библейское прочитаем наоборот. Например. Будьте благодарны не за все. Благодарите только за доброе. Благодарите только за то, что вам нравится. И идите против воли Божией. Ужасно звучит, не так ли? А вот практически, как мы проживаем вот это место Писания? Можем ли мы искренне, честно исповедать, что я благодарю Бога за все в своей жизни? Давайте посмотрим, что значит быть в противоположной стороне. То есть противно тому, чтобы быть благодарным. Например, недовольство — это противно благодарности. Быть негативным — это противоположность благодарности. Замечать, что Бог не контролирует все. Это значит, что мы противоположны тому, что благодарны Богу. Практика самосожаления. Это противно благодарности Божьей. Как часто ты жалеешь себя, сожалеешь о себе? Я помню, как я смотрел однажды в зеркало, и мне так хотелось меня обнять. Я думал, что я так велик. И как люди так могли со мной поступить? Но это противоположно благодарному человеку. Когда ты благодарен Богу в трудные моменты жизни, очень жесткие, когда ты проходишь через шторм в своей жизни, когда ты проходишь через глубокую боль в своей жизни, и ты все же благодарен Богу, что-то сверхъестественное происходит внутри тебя. Как? Из-за Бога. Потому что Бог это делает. Бог что-то делает внутри тебя, потому что ты исполняешь Его волю. Потому что Библия говорит, что Его воля быть благодарным за все. А как насчет того, чтобы благодарить людей, которые тебя ранят? То же самое, что-то сверхъестественное происходит внутри тебя. Поверьте, оно отражается на другого человека. Даже когда человек жесток вам, но когда все же ты благодарен, что-то происходит. Потому что такова воля Божия. Теперь давайте рассмотрим, за что же мы должны быть точно благодарны. Во-первых, быть благодарным за все доброе. Филиппийцам 4, 6. Библия говорит, не заботясь ни о чем, но всегда в молитве, в прошении, с благодарением, открывайте свои желания перед Богом. Нехристиане, они не всегда благодарны. А, иногда они благодарны. Знаете почему? Потому что это простая вежливость. Но я хочу, чтобы мы помнили, что мы, как христиане, должны быть благодарны. Не из-за того, чтобы быть просто вежливыми, но из-за того, что это повеление. Библия призывает нас так делать. Мы, будучи христианами, должны быть намного больше благодарными, чем обычный человек. Через эту проповедь я хочу даже себе напомнить, что христианская природа сама по себе должна быть благодарной. Легко быть благодарным за доброе. Но даже и в этом случае не всегда люди благодарны за доброе. А как насчет того, чтобы быть благодарным за плохое, за боль? Это следующий пункт. Быть благодарным за плохие вещи в твоей жизни. Еще раз. Будьте благодарны во всех обстоятельствах, потому что в этом воля Божьей. Во всех обстоятельствах. Хороших и плохих. Это воля Божьей для кого? Для тех, кто принадлежит Иисусу Христу. Для христиан. Здесь сказано, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья. Не только за то, что вам нравится. Или за то, что вам приносит удовольствие. А как насчет того, чтобы благодарить Бога за что-то, что непонятно в твоей жизни? А как насчет того, чтобы благодарить Бога за то, что в твоей жизни не имеет смысла? Будь благодарным только тогда, когда все хорошо. Нет. Библия так нас не учит. Как часто мы теряем мир, радость и начинаем недовольствовать? Только из-за того, что все пошло не так, как я хотел. И вот здесь мы видим, что в практической жизни мы не всегда благодарны Богу. Мы недовольствуемся и говорим, что это не воля Божья. А недовольство — это не есть воля Божья. Но когда мы благодарны, вот в этом и есть воля Божья. А кому мы должны быть благодарны? Богу или людям? Библия говорит, что вас за все благодарить. Кому? Кого благодарить, Бога или людей? Конечно, в первую очередь сказано Богу быть благодарным. Но за всем этим есть намного более глубокий смысл. Если ты глубоко благодарен Богу, тогда невозможно пропустить людей. И это еще одно доказательство, что зачастую мы в жизни проваливаем. Мы иногда думаем, что мы благодарны Богу, потому что они-то не заслуживают. Они все неправильно делают. А я верю, что если мы будем благодарны Богу глубоко в сердце, если мы будем верить, что Бог держит все под контролем, если мы будем верить, что Бог позволяет всему происходить в нашей жизни, и если мы верим, что Бог никогда не даст тебе сверх сил, вот тогда мы будем по-настоящему благодарны людям также. Даже жестоким людям. Даже людям, которые не заслуживают. Мы будем еще читать об этом в Библии сегодня. Еще один негативное одно последствие, которое приводит нас к неблагодарности, это самосожаление. Когда мы так жалеем себя и о себе плачем. Я могу исповедоваться в том, что я много раз через такое проходил. И я понял, что это не приходит от Бога. Потому что все внимание тогда получается на мне и на себе. Я сожалею о себе. Но Библия нас учит жалеть других и заботиться о других. Но каждый раз, когда ты начинаешь жалеть себя, тебе будет очень трудно, это будет большим препятствием благодарить Бога. Это будет препятствие в твоей жизни. И для того, чтобы быть благодарным или людям, или Богу. Итак, если сегодня ты слышишь это послание, и если ты думаешь, что у тебя так все плохо, что ты несчастный, что с тобой неправильно поступили, и что ты думаешь, что ты проходишь через что-то, что так несправедливо, и почему жизнь так несправедлива ко мне. Вот это против воли Божьей. Наш эгоизм, он растет внутри нас. Мы пытаемся утешить себя. Но вместо этого нам лучше быть благодарным Богу, даже если мы проходим такие обстоятельства. Знаете, вчера я себя нехорошо чувствовал. И когда я ехал в машине, я просто начал славить Бога. Без всякой причины. У меня ни одной причины в этот момент не было, чтобы славить Бога. Мне даже трудно описать вот это исцеление, которое начинает приходить в тебя. Знаете, проблемы не всегда сразу разрешаются. Но знаете, что ты приобретаешь? Мир, радость, радость и мир. Исцеление. Внутреннее исцеление. Когда ты начинаешь славить Бога, когда ты это практически выполняешь, тогда приходит логика. И тогда Бог начинает работать внутри тебя. Потому что ты напрямую подчиняешься Его Слову. Конечно же, оно идет против человеческих стандартов, но оно действует. Поверьте мне, оно действует. Когда мы имеем этот вероцент, и несколький любовь против Бога, когда у нас есть такая доверительная, безусловная любовь к Богу. Помните эти три человека в Библии? У них была угроза, что их бросит в огонь, если они не поклонятся идолу. Но вот что они сказали. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. И если же не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем. Вот эти ребята, мои герои. Однажды мне бы хотелось стать, как они. Я хочу настолько угодить Богу до такого момента, что даже, когда мы приходим с нуждой, с просьбой к Богу, и мы готовы, достаточно зрелые, сказать Бог, я знаю, что Ты можешь помочь. Господь Бог, я знаю, что Ты можешь все изменить в моем доме. Ты можешь все поставить с ног на голову. С головы на ноги. Я верю в Тебя. Пожалуйста, помоги мне. Но я хочу знать, что я хочу, чтобы Ты знал, мой Небесный Отец, что если даже этого не произойдет, я все равно буду служить Тебе. Я все равно буду доверять Тебе. Я все равно буду благодарен Тебе. Я пройду то, что мне нужно пройти. Я пройду этот шторм. Я пройду через эту боль. Я хочу оставаться благодарным, потому что в этом Твоя воля. И несмотря на то, что это трудно, я избираю выполнять Твою волю. Это знак зрелого христианина. Когда мы зрелые христиане, тогда мы имеем способность быть благодарными Богу за боль, за страдания, за то, что никакого смысла нет. что-то, что ранит и болит. Но мы все равно доверяем Богу, потому что Он держит все под контролем. Слава Богу за это. Еще практическое проявление нашей веры, Иеремия 15-я глава. Этот пророк, он недовольствовался перед Богом. И он роптал перед Богом, как иногда мы бывает. И когда он открыл свою нужду перед Богом, вот что Бог сказал. Если излечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста, ибо я с тобой, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Господь. Еще такая глубокая мысль, как быть благодарным для зрелого христианина. Библия говорит, иногда нам нужно углубиться, копать и найти драгоценное. Откуда? Из ничтожного. Видите ли вы себя сегодня в такой ситуации? И у тебя даже ни одной причины нет, чтобы благодарить родителей, супругу, Бога, людей вокруг вас. Но Библия говорит, если ты излечешь драгоценное, из ничтожного, из плохого, из негативного, из ужасного, из боли, из всех испытаний твоих, из storm, через который ты проходишь, если ты извлечешь, что значит извлечь? Это значит, нужно копать. Нужно искать. Тебе необходимо найти. Это процесс. Может быть, потребуется время на это, но ты найдешь что-то драгоценное. драгоценный урок жизни. Драгоценный урок жизни. И это помогает нам быть благодарны. Вот такое отношение нам необходимо. Найти позитивное, которое является практическим заявлением о своей вере. Это еще одно доказательство, что ты на самом деле доверяешь Богу. Найди позитивное в своем супруге. Это поможет тебе быть благодарным. Поможет тебе быть в хорошем настроении. Я помню, как мой отец был в больнице. И прямо перед пересадкой косового мозга он был очень слаб. Мы как раз приехали сделать видеоинтервью. И первые слова, которые он сказал, он сказал, я просто хочу возблагодарить моего небесного Отца. Я ничего не сказал. Но внутри у меня что-то коснулось так сильно. Я вижу вот эти великие примеры, как люди на самом деле могут жить, проживать такое в жизни. Вчера в нашей церкви были похороны. И многие люди вновь и вновь при свидетельствах повторяли. Я славлю Бога. Я благодарна Богу. Несмотря на то, что человек умер, и мы должны быть печальны. И тут нет причин, за что славить Бога. Но зрелые христиане должны быть благодарны не только за хорошее, не только за то, что нам нравится, не только за то, что приносит нам удовольствие. А теперь время спросить себя, благодарен ли я за боль, за плохое, за то, что мне не нравится, за то, что я не понимаю. Я помню, как однажды я был еще не женат, и я так ужасно себя чувствовал. Я хотел расплакаться, и не мог. Иногда ты проходишь настолько тяжелые моменты в жизни, что у тебя нету даже сил расплакаться, и слез нет. И я помню, как впервые в жизни я испытал силу благодарности. Я сел на пол, и я сказал, Бог, я благодарю Тебя за то, чего я сейчас не понимаю. Но я все же благодарю Тебя. Я славлю Тебя, Бог. И еще раз, вот это внутреннее исцеление неописуемое. Как бы я хотел, чтобы все мы, братья и сестры, сестры, могли пережить вот такие моменты в жизни исцеление приходит в нашу жизнь, когда мы благодарны за все, во всех обстоятельствах, потому что на это есть воля Божия. И когда мы исполняем волю Божью, мы благословены. И Бог стоит за Его словами. Может быть, сегодня тебе необходимо это исцеление. Может быть, тебе нужно восстановиться эмоционально, физически, духовно необходимо восстановиться. Помни, будь благодарным. Будь благодарным против всякой логики. Вот к чему призывает нас Библия. Практикуй это в каждый день в своей жизни. Будь благодарным и не только это, но используй этот метод для того, чтобы разрешать проблемы. Давайте посмотрим примеры в Библии. Иоанна 6 глава. История, когда Иисусу необходимо было накормить пять тысяч человек. Я не буду читать всю историю. Просто короткая молитва. И взял Иисус хлеб и возблагодарил Бога. И раздал людям. Вы, будучи христианами, знаете Библию, и знаете, какая проблема там была. Пять тысяч человек нужно накормить. А тут такая короткая молитва. И великое чудо. И мой вопрос к вам. Какая молитва это была? Какая была молитва? А ну-ка скажите. Что Он сказал? За что, о чем просил Иисус? Ничего Он не просил. Он просто дал нам здесь пример для христиан сегодняшних. Что молитва благодарности может решать проблемы. Это не единственный пример в Библии. Есть еще один пример, когда еще нужно было тысячи людей накормить. У нас нет времени, мы пропустим это. Давайте к третьему примеру. Помните, когда умер Лазарь? Иисус опять пришел. Люди думали, что Он опоздал. Мы знаем, что проблема великая там была, потому что умер человек. И из Библии мы знаем что там была тоже молитва. Иисус сказал, «Потче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня». И потом мы узнаем, что Лазарь вышел. Посмотрите еще раз. Великая нужда. Огромная проблема. Коротенькая молитва. Великое чудо. Какая молитва? Какая молитва? О чем Он просил? Ни о чем. Он просто сказал, «Благодарю». Видите ли? Сколько уже примеров в Библии? Мы только три примера прошли. Я верю, что и этого достаточно. Уже достаточно, чтобы увидеть, насколько, будучи благодарным, мы разрешаем проблемы в жизни. Использовали ли вы это оружие для того, чтобы разрешать проблемы в своей жизни? Когда у тебя есть нужда, когда ты склоняешься, да, у нас есть право на то, чтобы просить, но у нас также есть право благодарить Бога. И что же мы практикуем чаще? Сейчас мы видим, что молитва благодарности имеет силу. Еще один пример из Ветхого Завета. 2 Chronicles, chapter 20. Второе про Липоменон. 20-я глава. Израильский народ пошел на войну. И потом мы узнаем из Библии. Вот что они сделали. И поставил певцов в Господа. Чтобы они в благолепии в святыне, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили, славьте Господа, ибо вовек милость Его. И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между врагами, и они были все поражены. Еще один пример. Как благодарность может разрешить проблему? Я верю, что в этом есть воля Божия. Ветхий Завет, Новый Завет свидетельствует об этом. Несколько молитв Иисуса. Когда мы благодарны, все меняется. Внутри и снаружи. И мы остаемся более позже. Для нас, для христиан, это важно, это критически важно, чтобы быть благодарным. Не только, когда все хорошо идет. Итак, в этой истории мы видим, что израильские народы, они вообще не сражались. Они ничего не делали для того, чтобы победить врагов. Все, что они сделали, они собрались все вместе. И это было такое корпоративное поклонение в совместное. Они славили Бога. И в этот момент Бог начал процесс помощи если мы будем жить таким способом. Это практическое заявление о нашей вере. Это практическая демонстрация нашего доверия Богу. Я верю, что это угождение Богу. Можем ли мы вспомнить хоть один пример из нашей жизни? Если у тебя есть этот пример, поделись с соседями, с друзьями, что благодарение, оно работает. И мы должны практиковать это чаще. Бог делает чудеса. Четвертый пункт, что означает быть благодарным для зрелого христианина. Нам недостаточно быть самим благодарным. Но мы должны еще и влиять и побуждать других благодарностей. Давайте прочитаем 2 Коринфянам 9. Начинаем 2 Коринфянам 9 главу. С 8 стиха. И Бог здоровья. Бог блесит вас. Итак, Бог блестит вас. И Бог блестит вас. Бог блестит вас. Божьет вас. that you need. You will abund in every good work, in every good work. You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion and through us your generosity will result in thanksgiving to God. This service that you perform is not only supplying the needs of the Lord's people, but is also overflowing in many expressions of thanks to God. The Bible is very clear. The Bible tells us practical method, how not only we can be grateful, but how we can influence and make other people grateful to God. Two points. By good work and by our generosity. Good work and our generosity. And as a result, the Bible says, it will result in thanksgiving to God. God. We think sometimes that you know, automatically they will say thank you to you. It's possible. It's a good thing. But I believe that sooner or later, if we keep practicing this on a regular basis, you will need a person in your life who will say, I thank you, God, because He sent you in my life, because He has stirred your heart, to offer help to me, to my house, to my family, to bless me financially, to come and visit me, to do something good for me, to support me, to encourage me. And people will be grateful to God as well. Why should we make other people thankful to God? Why should we make other people thankful to God? First of all, because this is the will of God. Second, it glorifies God. Во-вторых, it glorifies God. Во-вторых, it glorifies God. Third, it results in thanksgiving to God. Третье, это приносит благодарение Богу. Fourth, it challenges us to do good. И четвертое, это побуждает нас к добрым делам. Итак, запомните, будьте щедры, помогайте, служите, особенно в это время благодарности. В это время благодарения. Скоро мы будем праздновать Рождество. Помните, будьте щедрыми. Because this will result in thanksgiving to God. Делайте добро, потому что это произведет благодарность Богу в других людях. И вот таким образом вы исполните волю Божью. That's why we should do this. We should influence other people to be grateful. Мы должны влиять на других людей, чтобы они были благодарны. Мы должны научить своих детей быть благодарными. Но есть проблема. What if we ask your kids? Что если мы спросим наших детей? If there is a problem, what do you do? Если проблема какая-то, что мы делаем? Kids have several answers. У детей несколько ответов. Позвонить маме. Call 911. Or kneel down and pray. Или склониться на колени и молиться. I wish all our kids. Я бы так хотел, чтобы все наши дети, мои дети. I try to teach them. Я хочу, пытаясь научить их. I ask them, what do you do when there is a problem? Когда проблема, что мы делаем? I don't want the answer, call my mom or call 911. Я не хочу, чтобы они ответили мне, звоните маме или 911. Pray to God. Я хочу, чтобы у них ответ был, молиться Богу. And then lately I realized that I didn't teach my kids to be grateful to God. Я понял, что я не научил своих детей быть благодарными Богу. Я хочу научить их. Я хочу сказать их. Я хочу, чтобы они практиковали. To be grateful to God when the prayer was answered. Но молитвы будут отвечены. Let's kneel down and let's hear this thanksgiving. Давайте склонимся и услышим эту благодарность Богу. Нам необходимо влиять на детей, чтобы они были благодарными. We should also be a good example to others how to be grateful. Мы также должны быть хорошим примером для других в благодарности. 1 Тимофея 6 сказано. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Без довольства ты не можешь быть благодарным. Вы наверняка знаете, что наша церковь раздает бесплатно еду членам нашей церкви. И мне до сих пор трудно понять людей, которые недовольствуют после этого. Им дают бесплатную еду. А у них находятся причины, за что там роптать. У них какие-то другие методы, другие структуры. Они хотят как-то все поменять. А мне хочется сказать, пожалуйста, ну пожалуйста. Просто будьте благодарны. Умоляю тебя, ну просто будь благодарна. Будь довольны. Библия говорит, что в этом большое приобретение. Никогда не идти против воли Божьей. Будь благодарен. За все. Потому что в этом есть воля Божьей. Знаете ли вы, что Библия бросает нам призвам. Будь благодарным. Служить. Даже. Жестоким людям. Лук 6. Злым людям. Посмотрите. Луки 6 глава 32. Любите врагов ваших и благотворите им. Then your reward from heaven will be very great and you will truly be acting as the children of the Most High. And then for He, He is kind to those who are unthankful. И будет вам награда великая. Будете сынами Всевышнего. И Он, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Видите ли, Бог добр даже к тем, кто неблагодарен. Можем ли мы быть добрыми к неблагодарным? Как часто вы слышали такую фразу? Она, Он, не ценит меня. А за что же меня тогда благодарят? А отчего это я должен быть счастливый? Он-то меня не ценит. А я так много делаю. Вот это пример. Библия на суть. Будь добр, будь благодарен даже за тех людей, которые этого не заслужили. Для себя. Потому что тебе будет лучше. У тебя будет такой мир и покой внутри, о котором ты мечтаешь. Потому что в этом есть воля Божия. Попробуй делать добро тем, кто тебя ранит. Те, кто не заслуживает. И последний пункт. Давайте рассмотрим, насколько мы благодарны нашей повседневной жизни. Благодарны мы, к примеру, учителям воскресной школы, которые учат наших детей? Сколько раз вы позвонили им и сказали спасибо? Сколько раз вы послали им сообщение, текстовое спасибо за то, что вы работаете с нашими детьми? Или какими-нибудь учителям воскресной школы? Эфизианам 5.33 сказано. Так каждый из вас долюбит свою, простите, жена добоится своего мужа. В английском переводе, в тексте сказано, уважает своего мужа. Я у многих молодых пар задавал такой вопрос. Как практически ты можешь уважать своего мужа? И очень многие из них затруднялись, как практически уважать своего супруга. Один из самых простых методов, как практически уважать твоего мужа, просто будь благодарен ему. У тебя есть крыша над головой? У тебя сушка, стирка есть? А еда есть на столе? Одежда? Кондиционер работает? Будь благодарен. Будь благодарен. Если жена тебе обед приготовила, завтрак приготовила, будь благодарен. Будь благодарен. Если она постирала твою одежду, если она погладила тебе рубашку, будь благодарен. Это один из методов, как мы практически можем уважать. 1 Фессалоникийца, 5 глава. It says, Dear brothers and sisters, honor those who are leaders in the Lord's work. They work hard among you and give you spiritual guidance. Show them great respect. 12 стих. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и представителей ваших в Господе и вразумляющих вас и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Как мы можем показать уважение нашим духовным лидерам? Очень просто. Будь благодарен. Если ты благословен, не забывай сказать спасибо. Даже если это не ваш духовный лидер, но если ты был благословен, финансово, эмоционально, физически, будь благодарен. Практикуй это. Не забывай это делать. Очень часто мы себя чувствуем ничтожными, потому что нам, мы как бы застреваем в недовольстве, в ропоте. Такое самосожаление. Но когда мы благодарны, тогда все меняется. Поэтому я хочу задать вам вопрос еще один раз. Хочу себя спросить, благодарен ли я своим родителям? Благодарен ли я своей супруге? Благодарен ли я своему начальнику? Или моим работникам? Когда последний раз я поблагодарил? Христиане должны всегда в стандартах быть выше других. Мы должны быть благодарными. Пожалуйста, уделите время. Не бойтесь отправить сообщение, кому вы благодарны. возьмите пару минут для того, чтобы позвонить. Почему? В этом есть воля Божия. Библия нас учит, что в этом есть воля Божия. За все благодарите. За все благодарите. Бога благодарите. Людей благодарите. Благодари Бога за то, что Он послал тебе людей в эту жизнь. Даже если тебе кажется, что Бог послал тебе злых людей, и жестоких людей вокруг тебя. Доверьтесь мне. Это просто вас отшлифовывает. Это показывает наше долготерпение. Уровень доверия Богу. Поэтому нам необходимо быть благодарными. Знаете, у нас скоро будет ужин на праздник благодарения. И в Соединенных Штатах принято есть индюшку на столе. И обычно семья собирается вокруг стола. Я хочу вам бросить такой вызов, чтобы вы сделали что-то, чего вы, может быть, никогда не делали в жизни. Пригласите людей в свой дом, у которых нет друзей. Люди, которые, может быть, тебе кажутся не такие известные, популярные. Может быть, постарше, одинокие люди. Вдовы. Люди, у которых нет родителей. Вы, может быть, скажете, ну, я же с семьей должен собраться, потому что семья на первом месте. Да, это так. Да, вот почему в первый день мы собираемся с семьей. А сколько у нас выходных на День Благодарности? Четыре дня. Итак, первый день со своей семьей, а у нас еще три вечера свободных. Давайте хотя бы один вечер, хотя бы один день посвятим тому, чтобы сделать то, к чему призывает нас Библия. через ваши добрые дела, через вашу щедрость, это высвободит благодарность Богу. Я люблю такие моменты. Каждый год я говорю моей жене, я люблю такие моменты в жизни, но не я должен получить награду за это. я научился этому от своих родителей. Они всегда так делали. Когда у них даже маленькие дети были в доме, у нас всегда кто-то дома был. Когда дети вырастали, всегда люди были дома у нас. Знаете, такие одинокие, бедные, нищие, или финансово у них плохо. Когда нам было трудно финансово, все равно у нас кто-то был. когда мы жили в квартире, все равно у нас были гости. И даже сейчас, когда отец мой очень болен, у них все равно гости. На этой неделе все равно у них будут гости. Такие одинокие, может быть, не совсем популярные люди, вдовы. я знаю, что это очень глубокое я уверен, что это произведет благодарность Богу. Это принесет такое внутреннее неописуемое удовлетворение. Сделай себе услугу хотя бы один раз в год. Послужи людям. Даже если у тебя только пицца на столе. Но тот факт, что ты подумал об этом, это прославит Бога. Эти люди навсегда запомнят тебя. Ты будешь чувствовать себя хорошо, потому что ты сделал волю Божью. Я хочу, чтобы мы были благодарны. И я хочу, чтобы и другие также были благодарны. Мы, христиане, когда мы собираемся за ужином благодарности, мы не должны просто поесть. А потом насмеяться, как мы наелись или переели. И мы всегда смеемся, как на День Благодарения мы так переедаем, что дышать уже не можем. Я хотел бы сказать, что Библия об этом говорит, но не хочу портить. Я не хочу, знаете, мыльный пузырь лопнуть, потому что сейчас... Но, ладно, так как я начал, уже скажу. Библия нас учит, что если мы переедаем, Библия говорит, что это грех. Но если мы призываем и влияем на людей, чтобы они были благодарны, тогда мы исполняем волю. Давайте поговорим о Боге. За нашими столами. Поговорим о Боге. Давайте скажем нашим детям, ты, ты и ты. Подумай о том, за что ты благодарен Богу. Потому что в четверг, когда мы будем кушать индюшку, все наши дети, все наши племянники, все наши гости, мы будем идти вокруг стола и каждый расскажет свое свидетельство за что ты благодарен Богу. Даже если это боль, даже если не все так совершенно, мы все равно будем благодарны Богу. Потому что мы его дети. Мы верим в него. Мы доверяем им. Это воля Божия. Это воля Божия. Быть благодарны. И мы должны практиковать это. Мы должны говорить об этом. Мы должны научить детей этому. Это настоящий ужин дня благодарности. Я верю, что это принесет столько славы Богу. Мы не должны только кушать. Мы должны говорить славить Бога. Мы должны говорить славить Бога. И мы должны быть нам необходимо пригласить людей которые не научились благодарить Бога. Мы должны повлиять на них. Мы должны удивить людей. Чтобы это произвело результат благодарения Богу. Потому что в этом есть воля Божия. За все. За все. Благодарите Богу. Потому что в этом есть воля Божия для каждого из нас. Во кресле Иисусе. Аминь. Давайте будем молиться. Редактор субтитров А.Семкин